Саудовская Аравия признала «Панцирь-С-1» лучше, чем «Патриот», который не справляется даже с керосинками. Армии и войны, военное обозрение 29 мая 8.10 Саудовская Аравия признала «Панцирь-С-1» лучше, чем «Патриот», который не справляется даже с керосинками, как сирийские террористы рекламируют российское оружие. Владимир Тучков. Комментарии в просмотров 14401. На фото, зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия «Панцирь-С-1», фото, Сергей Бобылев, ТАСС, интернет-издание «Avia.pro» сообщило о крайнем разочаровании командования ВС Саудовской Аравии американскими средствами противовоздушной обороны. С начала месяца хуситы совершили из соседнего имена несколько ракетных атак на военные и гражданские объекты на территории Саудовской Аравии. И все они оказались успешными для хуситов. И крайне чувствительными для королевства. Был уничтожен ударный вертолет А-64 «Апачи». Еще две винтокрыла и машины получили повреждения, требующие капитального ремонта. Также, по информации издания, было подорвано несколько транспортных средств, склад боеприпасов, было нарушено электроснабжение нескольких военных и гражданских объектов. Но при этом ни один из расположенных в данном регионе зенитно-ракетных комплексов «Патриот» не смог отразить ракетное нападение. Надо сказать, большой новизны в этом нет. Эти американские комплексы, которые периодически модернизируются, так и не научились перехватывать старинные советские ракеты «СКАД». Более того, это даже не «СКАДы», а и копии, которые делают ближневосточные умельцы в условиях полукустарных мастерских. Одноступенчатая жидкостная ракета «Р-17», прозванная «Керосинкой», была принята на вооружение ракетных войск Советского Союза в 1962 году. Ракета активно и продавалась, и просто поставлялась ради общности политических взглядов за границу. В частности, на Ближний Восток. Экспортный вариант получил название «СКАД». Индия. Русский Су-57 никому не нужен, а С-400 провалился в Сирии. «Маниконтрол». Уверяет, что Москва вынуждает Нью-Дели купить слепой триумф в качестве компенсации. И еще один важный момент. Ракета летит по строгой баллистической траектории. Что облегчает перехват ракеты за счет того, что прекрасно известно, какие точки она проходит во время полета, и в какую точку необходимо направлять противоракету. ЗРК «Патриот» был принят на вооружение США в 1982 году. К настоящему моменту существуют четыре модификации комплекса. «Патриот», «Патриот Пак», «Один», «Патриот Пак», «Два и», «Патриот Пак», «Три». Их сочетание, по словам внешнеторговых представителей компании «Рэйфиан», бьет в лед все, что промелькнет в небе. О том, что с комплексом что-то не то, что рекламные проспекты сильно переоценивают его достоинства, стало известно в 1991 году. И не просто известно, а скандально известно. Во время войны в Персидском заливе Ирак массированно обстреливал модифицированными скадами позиции американских войск на территории Израиля и Саудовской Аравии. Для чего в регионе были экстренно развернуты несколько батарей ЗРК «Патриот». Однако помогли они не сильно. По различным оценкам, количество удачных перехватов составило от 30 до 50%. Даже Пентагон назвал довольно позорную для лучшего в мире ЗРК цифру 80%. Черным днем для армии США стало 25 февраля 1991 года, когда несколько ракет беспрепятственно долетели до казарм морпехов, расположенных на территории Саудовской Аравии. Погибли 28 солдат, более 200 получили ранения различной тяжести. В качестве оправдания фирмачи заявили, что комплекс прекрасный, но в него не была своевременно внесена программная коррекция. Именно из-за этого и промахивались противоракеты мимо целей. Позже начали говорить, что тогда использовался не вполне совершенный Патриот, его ранняя модификация. Патриот Пак 1 У нее вероятность поражения тактической ракеты одной противоракетой в отсутствии помех составляет 0,3 Вопросительный знак 0,4 То есть для одного СКАДа требуется три ракеты для гарантированного перехвата. А вот теперь появились другие модификации, в связи с чему тактических ракет нет никаких шансов на прорыв. На Патриот Существуют паспортные данные, в которых указывается вероятность перехвата тактических ракет, каковым относится СКАД. Однако статистика эти данные опровергает, свидетельствуя о том, что американская компания Рейфиан Производящая комплексы Патриот Занимается грубой фальсификацией паспортных данных. В паспортных данных на последнюю модификацию Патриот Пак 3 Указано, что вероятность перехвата ракет типа СКАД одной противоракетой составляет 0,6 Вопросительный знак 0,8 В то же время в прошлогоднем докладе к компании Рейфиан Об эффективности поставляемых в Саудовскую Аравию комплексов Патриот Пак 3 И чуть менее эффективный Патриот Пак 2 Говорится, что в среднем на один СКАД тратится 4 ракеты лучшего в мире ЗРК И, стало быть, один успешный перехват обходится с аудитом в 12 миллионов долларов То есть, как видим, слова и дела американских ракетчиков сильно различаются Более чем в два раза Чтобы победить США, Иран должен потопить Авраам Линкольн Хватит ли у Тегерана сил и средств пустить на дно американский авианосец и заодно всю политику канонерок И, как было выше сказано, Эр-Рияд обратил свои взоры к зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцирь-С-1 Осознание достоинств данного комплекса пришло не на пустом месте В апреле-май резко возросла активность террористов в сирийской провинции Идлиб В так называемой зоне деэскалации Террористы упорно обстреливают российскую военную базу хмеями ракетами реактивных систем залпового огня ГРАД Так вот, ЗРПК Панцирь-С-1 обеспечивает стопроцентную защиту, перехватывая все реактивные боеприпасы террористов Российский комплекс гораздо дешевле американского Одна пусковая установка Патриота обходится покупателям в 250 миллионах долларов Дивизион стоит миллиард За ЗРПК Панцирь-С-1 надо платить всего лишь 15 миллионов долларов Казалось бы, для саудитов это несущественно Они, как говорится, деньги считать не привыкали Существует громадный контракт на закупку американской техники Стоимостью в 100 миллиардах долларов В него входят чуть ли не все виды вооружения для сухопутных войск, авиации и флота И есть среди них, действительно, высококлассные образцы Прежде всего, разумеется, это относится к морскому оружию Но есть и давно пережившие свою былую славу Таковы, например, танки Абрамс Однако тема защиты королевства от ракетных обстрелов слишком болезненная и насущная Поэтому надо брать такие комплексы, которые, действительно, будут перехватывать и тактические баллистические ракеты, и крылатые И коль патриот на это не способен, то необходимо закупать панцирь С-1 или панцирь С-2 Даже если при этом несколько испортится отношение с мировым гегемоном Соединенными Штатами Военное обозрение Русские невидимые убийцы, которые способны изменить ход войны Военные новости, Трамп хочет использовать на новых авианосцах США паровые технологии